Добрый день! Тема круглого стола разработка сценариев не игрового кино Очень хорошо, что начали с такого аналитического блока когда было представлено исследование и результат на мой взгляд, какой-то материал для обсуждения существует Я попробую еще раз обозначить какие-то вопросы, которые мы сегодня хотим обсудить Может быть мы будем это не в этом порядке обсуждать, но по крайней мере все они должны войти в сегодняшнее обсуждение на круглом столе Как вы знаете, организаторы выбрали не короткий период, довольно продолжительный то есть мы будем работать, наверное, 4 часа если будет перерыв И в любом случае я так понимаю, что все, что сегодня будет сказано оно так или иначе после этого будет анализироваться то есть, наверное, будет какая-то записи расшифровка Если говорить о неигровом кино то ну, наверное, отрасль под отрасль в целом монтографии которая имеет совершенно определенный продукт наверное, очень важно то, что сегодня не прозвучало в анализе но важно сегодня, наверное, обсудить это, собственно что такое документальное кино вообще то есть, где границы вот этого продукта то есть, существуют какие-то промежуточные продукты типа макиметрии или телевизионное документальное кино является ли оно предметом рассмотрения отраслевым то есть, что такое документальные фильмы вторая особенность документального вот этой отрасли документального кино связана с тем, что продукты-то разные то есть, документальное кино бывает очень разным бывают научно-популярные фильмы бывают развлекательные фильмы бывают авторские документальные кино у каждого из них свой зритель у каждого из них есть особенности производства совершенно различные и в этом смысле нужно все-таки видеть определенные градации по видам документальных фильмов. Следующий вопрос, а какова цель развития отрасли, ну, скажем, до 2020 года или на какую-то более далекую перспективу? То есть, что мы, люди, которые занимаются кинетографией, и что государство, и что зрители видят в качестве цели развития? Дело в том, что фильмы, они выполняют совершенно разные функции. Есть воспитательная функция, есть развлекательная функция, есть коммуникативная функция, есть познавательная функция, есть эстетическая функция. По крайней мере, вот эти пять ключевых функций, они так или иначе реализуются в любом фильме, но в разной степени совершенно. И поэтому, когда речь стоит, вопросы стоят по поводу того, давайте изменим механизмы государственной поддержки, вопрос, а какую цель мы в этом случае преследуем, какие функции мы видим перед документальными фильмами по отношению к зрителям, и, соответственно, какие условия накладываются на производство этих фильмов. Следующий вопрос, наверное, наиболее такой острый, это вопрос механизмов государственной поддержки, потому что, скажем, то, каким образом она должна быть реализована, очень сильно влияет на развитие всей отрасли. Отрасль является абсолютно зависимой от государственной поддержки, Поэтому, даже если говорить о возникновении рыночных механизмов, они действительно такой квази-рынок, как сегодня правильно было сказано. Поэтому, получается, вопрос, каким быть государственной поддержки, это вопрос, который интересует всех. Определять это должно, конечно же, государство, но в этом случае мнение цеха, оно является ключевым, потому что от того, как мы смотрим на эти процессы, в значительной степени зависит, каким это может быть. Но это вот такие блоки, что ли, вопросов, поэтому я думаю, что можно в произвольном порядке их рассматривать. Давайте с чего-нибудь начнем. Ну и можно еще добавить, дело в том, что, наверное, вы все знаете, что министр поручил на встрече с документалистами и разработали до 31 декабря этого года дорожную карту развития отрасли. В общем, мы решили сделать этот стол круглый в рамках нашего исследования для того, чтобы услышать, чтобы все, что вы говорите, было каким-то образом перенесено в рабочую группу, в которую входит и Олег, и я, и ряд наших коллег. И то исследование, которое мы делаем, оно тоже будет доступно экспертам, а его результативная часть во многом будет состоять из того, что мы здесь сегодня как-то обсудим и придумаем. Виталий Васильевич, я вот на память не помню. Я вот этого листа у меня нет. Лена, нет бумажки? Ну там порядка 17 человек. Но это важно, может как ему... Он, по-моему, есть на сайте министерства, нет? На сайте мини было создано зеленое исследование. А, группу экспертов по исследованию? По исследованию и группу, которая будет разработать дорожную карту. Я в том, что рабочую группу по разработке дорожной карты мы можем сформировать после сегодняшнего круглого стола. Это просто как один из них. Она не сформирована. Ну, окончательного списка нет. Я думаю, есть какие-нибудь заготовки где-нибудь. Но на самом деле, кто туда войдет, это зависит от... Картные моменты, они объявляющие. Согласен. Ну, кому микрофон? Пожалуйста. Помогите, да? Поставляйте, пожалуйста, да. Почему и фамилия, нет? Григорьев, конечно, Игорь Андреевич. Это Григорий Долгой, да, Игорь Андреевич. Что мне бы хотелось... Первое, я хочу подарить экспертов за докладу, очень интересный номер. Вообще полезно, наверное, время на время смотреть на себя со стороны. Таким взглядом не милейным, а вернусь для вас. Спасибо большое. Спасибо за изучение. Ну, мне кажется, вот что. Что весь вопрос доклада, он был сегодня обращен не по адресу. Почему? Потому что он был обращен в основном... Где-то было ясно из докладов, из статистики, которые нам предложили. Прочтем к студиям. Сегодня они стоминируют студиям, которые состоят практически из одного двух людей. Часто вообще из одного людей. То есть люди, которые как бы сами делают, сами. Это же инцидент, инцидент и все остальное. Все эти призывы и предложения, которые, начиная от, так сказать, хорошего подробного анализа заявок, отбора заявок, обсуждения их, подготовки, всегда легче и интереснее делать на студиях, в так сказать, в метрах. Студия, в которой практически существует, ну, минимум, там, пять-чем человек, существует такой-то авторский кредитив, авторский кредитив, какие-то режиссеры, несколько режиссеров, которые, сами по себе делая картины в этой студии, определяют ее уровень и не дают делать халтуры и дельма. Ну, вспомним, это всегда было в советской документальнистике. Вспомним на и Киргизскую школу, вспомним Екатеринбургскую школу фильмен там 60-70-х годов, где я, например, приехал стажироваться в Киргизме, Ленинградскую, Питерскую школу. Есть студии, которые определяют уровень создания фильма. И там, человек, который приходит туда уже, он во многом подтягивается к этому уровню. И это то, что сегодня практически исчезло из практики кинематографа. Практически исчезло. Каждый женец, кузнец, вот у стариков, о которых нам сегодня рассказали, они, перед ними ставятся задачи, которые для них невыполнимы. Почему? Ну, во-первых, студия всегда лучше знает своих... Я почему говорю сразу папу, предложение в своем случае? Что практически надо перенести все эти предложения не в адрес создателей, а в адрес студии, которая работает в создателе. Потому что только организм студии может осуществлять эти все задачи, которые сегодня поставлены в рассуждение. Я имею в виду и в создании хороших заявок, как в Борюке, так сказать, работа над заявками. Проверка существует ли герои, но не существует. Так сказать, формы фильма, будущие формы фильма. Так детально они могут быть обсуждены и проверены только на уровне студии. Как правило, сегодня автор выносит свое, помимо струки, выносит прямо на экспертный совет, где там довольно условно все это разбирается и, так сказать, отъявляется только потому, что написано на одном источнике, полтора и полтора источника. И масса примеров, когда возникает, ну, так сказать, журналист какой-то пишет, прекрасно умеет писать, пишет массу заявок, а часть от них проходит, и потом оказывается, что занятия невозможно, потому что нет героя, нет ситуации, не знают того, как делать. И за это должны быть часть студии, повторяясь. Игрант личный регламент. Поэтому всю обратную связь, о которой вы только говорили, я имею в виду, так сказать, отчет по проделанной работе и перед заобществом наших, могут, опять же, так сказать, осуществлять только студии, которые знают свою программу, но могут выступить со своей программой, могут объяснить свои удачи, прекрасно понимают, могут. на операцию своей достоинства, которые у них есть. Понимаете, вот этот организм, он должен быть сегодня культивированным, как в муче гейки. Студия, студия как таковая, которая будет осуществлять связь с клубом и очень важный момент сегодняшнего общения со зрителями. Потому что режиссер, который сделает картину, он практически уйдет. Ну, я прошу там еще две минуты, сейчас я. Он практически уйдет из процесса, его должны трудно отменить. Только студия может отменить с картинами, общаться со зрителями. В общем, я предлагаю развернуть нашу, наш папа с этой конференции к организму студии, который может как раз во многом осуществлять эти события. Спасибо большое. Мы будем прерывать. Мы, может быть, лучше второй раз будем предоставлять слово, но чтобы были более короткие сообщения, пожалуйста. Можно мне слово дать? Возьми микрофон. Нет, лучше микрофон, чтобы в записи. Представляйте, пожалуйста. Да, конечно. Меня зовут Дмитрий Сергеевский. Я здесь присутствую как режиссер, документалист с одной стороны, и с другой стороны как руководитель киноклуба, который, собственно говоря, создал «Фильтогру». У меня даже есть с собой афиши. Если кто хочет, может, как взять, потом где-то у себя повесить на ней протикал. Еще я хочу сказать, Игорь Андреевич, я хочу, может, поздравить Игоря Андреевича, потому что студия «Виск», которую создал еще в советское время, влазит за тем, что она почковалась от огромного монстра под названием «ЦСДФ». И собрались всего лишь несколько умных, талантливых, молодых людей еще тогда и стали делать гениальную кино еще в советское время. Игорь Андреевич, я правильно говорю? Если что, поправим. Так сейчас ситуация еще больше изменилась. Пришли новые технологии. Сейчас вообще я рассматриваю документалиста не как кинетографиста даже больше, а как художника, который больше сконцентрирован в себе. Почему? Потому что если раньше из Воронц-СДФ выезжала целая бригада из семи человек на рафике, то сейчас спокойно документалист берет вот подобные техники, которые здесь стоят, вот аппарат, штатив, и идет, делает кино. И при этом делает кино ничего не хуже порой, чем делали тогда. Вот. Поэтому документалист стал больше похож на некого художника, который работает тихо, спокойно в своей мастерской, пишет свои картины, делает свое кино. Но это человек, который как бы работает просто. И вот как бы именно вот есть одно такое направление. И оно одно и куда не деться. Почему? Потому что техника изменилась. Мы не можем... Ну, и так работают, например, большинство людей, которые здесь присутствуют. Вот. Это первое. Второе, это вот как бы крупные... То есть меня очень пугает вот это стремление вести главы очередной, худсоветы. Это на самом деле страшная штука. Вот. Так. Вот. Я просто хочу призвать вас, всех господа, не надо говорить «рыть не яд». Вот, в первую очередь. Потому что министерство быстро примет ваше... Спасибо. Да, соображение. Да, и мы будем сдавать за счет. И, кстати, я хочу сказать, цензура уже везена. Дело в том, что какое-то историческое общество будет просматривать те фильмы, которые сделаны про историю Отечества. И войну, значит, по сути, это введение цензуры, естественно, культуры, да? Господин, о которой вы все мечтали. Посмотрим, что там скажет. Спасибо. Спасибо. Вот сюда. Наверное, все-таки... Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Мо. В лаборатории на студии. Я прекрасно вижу, что такое отсутствие редактора. Он у нас есть. И я вижу те фильмы, которые проходят его редактуру, которые не проходят его редактуру. И страшно представить, если все кино будет без редактуры. Ну, как бы, она должна быть, может быть, ассоциативной какой-то. Я не веду в ассоциациях. Это должна быть группа экспертов, возможно. Может быть, с развитием технологий. Это должна быть, не знаю, облачная система. Люди в интернете могут обсуждать и выносить критерии. Но, тем не менее, студийность должна быть. И студии должны быть государственными. Точки большие в пространстве необходимы. Я бы хотел, ну, вот просто задать несколько вопросов. Что такое документальное кино или документальное кино? Можно я отвечу и отвечу? Начну отвечать. У нас на студии есть четкое деление документального кино на несколько видов. Да, в Макхиментере это очень интересно. Но, тем не менее, наверное, это все-таки игровой жанр. Документальное кино, оно отличается тем, что это художественное восприятие реальности режиссером, сценаристом, операторской группой, режиссером монтажа и, как третий продукт, документальное кино. Есть жанр кинохроники, который погиб, возможно, отчасти, потихоньку барахтается вот у нас на студии. И хотелось бы тоже затронуть этот вопрос, потому что кинохроника, она сродни материала для библиотеки. И студия в этом аспекте выступает как библиотека, документирующая реальность в прямом ее проявлении. То есть это фильмы, я не знаю, сколько людей знакомых с кинохроникой, мы ее смотрим постоянно на студии, показываем в режиме кинотеатра, кстати. Пожалуй, я бы разделил на два вида документальное кино. То есть на документальное кино как кино и на кинохронику как способ впечатления реальности. Я бы сказал, что целями развития отрасли, на самом деле, на наши себя должны быть, ну, в первую очередь, возрождение традиций кинохроники. Потому что даже YouTube показывает то, насколько эта традиция людям необходима. Мы снимаем своих котиков, деток, то, что происходит вокруг нас, это и есть кинохроника. Как-то смешно это не звучало сейчас. Но, к сожалению, кинохроника – это котики и смешно упадающие на попу детки в YouTube. А на самом деле кинохроника – это несколько выше. Это все-таки… Спасибо. Спасибо. Вам сложно. Савастяна, ЦНР. Мне кажется, что, по сути, если мы приблились к вопросу о стороне предыдущего, это вопрос о том, как распределять деньги, выделяемые Министерством культуры. Потому что, конечно, в основе своей документальное кино живет абсолютно независимо от всех наших разговоров. Потребители корпоративные, потребители частные, которые, как вы видите, составляют даже большую часть бюджетирования современного кино, они не будут обращать внимания на все наши сегодняшние разговоры. Итак, вопрос идет о том, как именно федеральные бюджетные деньги будут распределяться в интересах игрового кино. Мне кажется, что здесь должно быть действительно более-менее ограниченное число участников распределения, которые должны взять для себя ответственность за производство качества конечного продукта. Они должны быть посредниками между Министерством и теми, может быть, независимых производителями, которых они будут привлекать к созданию конечного продукта. По сути дела, это с тем, по которым работают крупные киностудии и зарублежонторы. Они сами уже не снимают, они такие посредники между киностудистым и производителем. Поэтому я согласен с тем, что если мы говорим о распределении бюджетных денег Министерства культуры, то надо сформировать под эгиды, гильдии, некий пол самоуправляющихся вот этих киностудий, которые принимают участие в распределении, и берут на себя ответственность за конечный продукт. И чего мы упустили в этом разговоре, и затронут только последний из выступающих немножко. Мы упустили то, что стремительно меняется опыт современного документального кино. Это в первую очередь сегодня медийный продукт интернета. Это медийный продукт, который связан с производством непрофессиональных производителей, которые создают его день за днем, и скажут, что мешает производить такой же продукт на более высоком качественном уровне, как создают, скажем, стоп-хаб, движение в виде частных зарисовок. Почему это не может быть производством профессионального продукта? Потому что существуют определенные виды идеологические, политические или самроцентрозурные ограничения. Их надо преодолевать, иначе мы будем постоянно отставать. Спасибо. Сергей Сычок, журналист. Я хотел бы обратить внимание на три позиции, которые вообще практически никак не затрагивались. Первое, мне кажется, одна из основных проблем нашего документального кино – это отсутствие продюсера как такового. Не начальника студии, а человека, который способен ответить, например, на такие элементарные вопросы для любого продюсера игрового кино, как «То какой у вас рекламный бюджет? Или как вы собираетесь привести людей на ваш фильм?» Это вопрос, который задает директор любой сети кинотеатров, куда вы можете прийти с своим фильмом. Но кинодистрибуция вообще не была включена в поле исследования, поэтому я так понимаю, что проще всего отмахнуться от этого. Или продюсер – это человек, который может ответить на вопрос, «Покажите ваш постер, а сколько показов вы планируете провести в ближайшее время в Москве своего фильма?» Таких людей у нас практически нет в документальном кино, и ясно, что их нельзя просто взять и воспитать. Мне кажется, что, наверное, в данный момент единственная возможность – это приглашать их из игрового кино с их опытом и наработками и просить их, как варягов, помочь. Второй вопрос – это пресса. В поле исследований не входило, например, простейший подсчет того, сколько изданий пишет о документальном кино регулярно, где вообще появляются статьи о документальном кино. То есть такого высокомерия по отношению к прессе нет даже в игровом кино при всех его рекламных возможностях. Документалисты не устраивают. За последний год мне пришло, по-моему, 4 приглашения на пресс-показы документального кино. Не на премьеры, не на какие-то там спецпоказы. На пресс-показы, да? Нет пресс-релизов, нет рассылок просмотровок, нет ничего, что помогло бы каким-то образом связывать кино со зрителем через прессу. Это второй момент. И третий момент, мне кажется, буквально до полминуты, в третий момент, мне кажется, принципиальным сейчас махнуть уже рукой хотя бы отчасти на телевизионную аудиторию, которую очень тяжело будет перевоспитать, чтобы она после сериала «Депел» смотрела документальный фильм. И начать очень плотно работать с интернет-аудиторией, но систематично, не созданием отдельных каких-то площадок, а соединить все в некоторое единое интернет-пространство, где будут и форумы документального кино, и возможности просмотра документального кино, бесплатно, но с рекламой, например. И так далее, и так далее, и так далее. То есть наладить некое единое пространство, которое бы притягивало к себе людей и расширяло бы тот круг, например, хипстеров, которые смотрят сейчас документальное кино в крупных городах. К ним бы еще присоединились люди, но для этого нужна единая система. Спасибо. — Людмила Коршик, Екатеринбург, студия кинохроника. Вот, кинохроника — это одна из тех студий, которая 20 лет назад образовалась на одном, как Рокдуша и Свердловская киностудия. 20 лет поработаем, поработаем с департаментом кинематографии, получаем, как тут говорилось там, от одного до трех фильмов в год. Но принципиально мы не снимаем никакие заказные работы. И за это время у нас было около 12 главных призов на разного рода фестивалях. Поэтому я не думаю, что такое автоматическое, например, укропнение студий, оно как-то влияет на качество работы. Все зависит от того, кто работает. Я с таким конкретным предложением. Я там работаю на студии, начиная от Свердловской киностудии, и помню те времена, когда абсолютно все фильмы неигрового кино показывались на телеканале «Культура» в автоматическом режиме, и даже был период, когда что-то канал, какие-то там копейки, но тем не менее платил кинопроизводящим студиям. Поскольку телеканал «Культура», насколько я знаю, финансируется так же государством, как наши фильмы, то мое предложение состоит в том, чтобы обязательно показывать все эти фильмы. Тогда вся картина документального кино будет у нас перед глазами. Тогда мы будем видеть, кто что производит, потому что студий, в том числе и на Свердловской киностудии, очень много, и что они производят за государственный счет, иногда неясно, потому что не все выходят в том кино с премьерами, например, не показывая свои фильмы просто-напросто, не бывают на фестивалях, многие студии наши, в том числе. А тут картина будет ясна, и, как говорил Петр Первый, корость всякого видна тут каждому. И проанализировать вот эту картину, тогда будет легче финансировать всех. Спасибо большое. Виталий Всеволодович. При всей привлекательности этой идеи, я все-таки слабо верю в то, что телеканалы выделят какой-то лимит времени не только для того, чтобы мы смеялись над тем, У нас есть председатель телеканалов. Пожалуйста. Виталий Всеволодович ждет. Я прямо секундочку. Виталий Всеволодович, Екатерина Головня, я хочу согласиться, мне очень приятно, что у нас какая-то молодежь, я много с ним приобщаюсь, и в Востоке, спасибо вам за субтитры. Но коротко хочу сказать о том, что возразить журналистов, сколько бы ни звали на премьеры и показываем журналистов, никто не приходит. Больше того скажу, звали из, ну, как я сама, точнее, цель журналистов, да, обращалась к своим коллегам, которые сказали, ну, это не очень интересно, это не надо ли будет читать. Я просто очень гордко помню. Передайте, пожалуйста, Людей Всеволодович, микрофон. Друзья мои, мы же все здесь сидим опытные люди. Что же мы начали обсуждать, серьезно вопросом, не определив правила Игоря? Мы же понимаем, что за любым социологическим исследованием следуют, извините, оргвыводы. Мы помним социсследование там, того же Мувересёча, на основе которого были аппетитные мейджоры, с которыми потом боролись и потом за которых боролись все. Или, кстати, вот тот же Мувересёч сделал социсследование фестивалей, где фестиваль по всем показателям, получающие меньшие баллы, оказались наверху, что отразилось в итоге государственным финансированием. То есть фестиваль стали получать больше денег, а другие фестиваль и так. Иными словами, давайте все же, вот заданные мной вначале вопросы, кто эксперты этого исследования, кто члены конкретно группы по выработке дорожной карты, какие конкретно будут приняты не обсуждения, вот сейчас все кинулись в бассейн, который воду не налили, понимаете, ну и бьемся лбом о кофейную плитку. Давайте поймем, что на выходе, какая роль вот каждого вашего высказывания. Кто-то говорит про прессу, кто-то говорит про студии. В результате произойдет следующая вещь. По итогам будет кем-то написан меморал. Все наши фамилии будут подписаны, что мы участвовали в этом обсуждении. Хотим мы того, согласны мы с этим или нет. Мне лично, как вы понимаете, как-то в моей студии, мне вообще фиолетово, я как бы разберусь, но думаю, не у всех такая ситуация. Подумайте просто о том, что происходит. Спасибо. Вопрос по поводу у вас есть предложения по рабочей группе? Может быть, просто вот задавайте. У меня есть вопрос конкретный. Кто уже предложен рабочую группу, мы хотим узнать этот список фамилий и обсудить его и, может быть, дополнить. Я, кстати, свой предел не предлагаю, потому что я просто физически не могу, но полагаю, что нужно определить, что на выходе. Вот в результате этого обсуждения. Какой документ мы имеем на выходе? Виталий Штопович, что он подписывает, кто с ним работает, когда он будет представлен Министерством культуры, пройдет ли он процедуру общественного какого-то обсуждения и еще. Это все протокольные вещи, которые, ну, тоже люди старшего поколения, вы же ребята все это кушали всю жизнь. Виталий Штопович, я вам сейчас отвечаю. Первое. Есть несколько независимых исследований, два их точнее. Одно делает СК, и Олег это делает. Второе делаем мы. Мы выиграли на это лот. Собственно, для того, чтобы получить более релевантные результаты, мы устроили группу стол, могли не устраивать культуры. Все прекрасно, то, что происходит, происходит прекрасно. Давайте просто об этом. коллега, который модерирует и ту, и другую рабочую группу, чтобы то, что мы говорили, было и там. Вот и все. Поехали. Давайте, на самом деле, вопросы, которые связаны с Министерством культуры, с его рабочей группой. У нас есть два представителя Министерства культуры здесь, и вы хотите как-то программизировать, или... Мне кажется, что... Мы должны просто обозначить, что мы делаем, кто за это отвечает, когда будет готов финальный документ, кто принимает участие в его разработке. И в результате этого начнутся выступления. А сейчас, ну, что будет в результате? Кто-то сказал, что хорошие студии, кто-то сказал, что пресса плохая, кто-то сказал, что пресса хорошая. В результате что? В результате... Давайте в втором позвении после... А это серьезное дело. Понимаете? Это серьезный вопрос. Впервые происходит вот такая работа за многие годы. Давайте не говорим в таком режиме. Значит, смотрите, по поводу документов и там рабочей группы, которую можно сформировать, я предлагаю разговаривать во второй части после кофебрейка. Сейчас давайте я некоторые комментарии дам по поводу того, что такое дорожная карта и почему возникла такая активность именно сейчас. Следующий год объявлен годом культуры, и поэтому Министерство культуры, как и другие там ведомства, включились в разработку такой обновленной модели механизмов и мер, связанных с государственной поддержкой. Поэтому, собственно, запрос к отрасли состоит в том, чтобы были сформулированы внутри те предложения, которые государство могло бы реализовать. И эти предложения, соответственно, будут рассматриваться и выноситься на самый высокий уровень. Что такое дорожная карта? Значит, вообще, государственная политика, в том числе в области неигрового кино, она состоит, в общем-то, из трех частей. Первое – это цели и задачи, то есть те вопросы, которые я поставил в самом начале. То есть, каковы цели отраслевые и каковы цели государства в том, чтобы развивать неигровое кино. Второй блок вопросов связан с показателями. То есть, сколько должно производиться неигровых фильмов в год по разным категориям? Какая сумма государственной поддержки должна выделяться на те или иные категории? Нужна ли в данном случае количественная там характеристика? Нужно ли, чтобы росло количество документальных фильмов? Или, наоборот, нужно сокращать их число и повышать качество? Дальше. Какое количество студий следует поддерживать? Вот, например, из исследования для меня прозвучали удивительные цифры. Огромное количество компаний занимается производством неигровых фильмов. Больше, чем игровых, как получается. И при этом получается, что это маленькие студии, которых практически никто не видит. И отраслевого роста индустриального через развитие этих маленьких компаний никто никогда не достигнет. Поэтому, я думаю, что в числе количественных показателей в том числе должны оказаться некоторые пропорции, связанные с поддержкой пяти-шести крупнейших студий документального кино возможно и какое-то количество поддержки. Третий блок... Виталий, не перебивайте. Я не перебиваю. Я отвечу сейчас. Я отвечу сейчас. Это наибольный вопрос, который кто-то должен принять на себя ответственность за решение. Виталий, дайте про третий блок рассказать, а потом мы в режиме диалога это выясним. И третий блок вопросов, который вытекает из цели задач и показателей, это каким образом, какими мерами и механизмами можно прийти из того состояния, в котором мы находимся сегодня, в то состояние, которое мы хотим достичь. Оно там называется целевое состояние отрасли. Сегодняшний анализ, который был представлен, он имеет очень важную цель зафиксировать ту точку, в которой мы все находимся сегодня. Этот анализ может быть дополнен по результатам этого круглого стола или там мы вообще договорились о том, что нужно свести два исследования воедино с точки зрения выводов, то, которое инициировано Союзом кинетографистов, которое проходило под моим руководством и того исследования, которое по инициативе гильдии. То есть мы сведем эти выводы таким образом, чтобы не было двух альтернативных позиций, а была единая позиция отраслевая. Итак, разработка меры механизмов это документ, который содержит конкретные шаги, действия, события или решения, которые должны произойти для того, чтобы нам попасть в то самое целевое состояние, которое мы хотим обеспечить. Вопрос, кто в результате принимает этот документ, кто его разрабатывает, разрабатываем все мы. Кто его принимает? Значит, вопрос развития отрасли зависит от трех групп субъектов. Первая группа это государство, вторая группа это бизнес, и третья группа общественные организации или некоммерческие организации. На самом деле государство, оно само принимает решение, в этом случае мы можем только высказывать предложение, а, скажем, конечная точка ставится собственно чиновниками в кабинетах. И это правильно, потому что они не отдают никогда свою компетенцию кому бы то ни было вне государственного аппарата. то, что касается бизнеса, эти решения принимаются внутри каждой компании, потому что только там стоит задача получения коммерческого результата. То, что касается некоммерческих организаций, гильдий неигрового киносоюза кинематографистов, не знаю, возможно, киносоюз может в это включиться. Каждая общественная организация в данном случае видя проблемы и видя то, что их нужно решать, она сама включается в то, чтобы сбивать сметану. То, что сделала сегодня гильдия неигрового кино, она пригласила всех к открытому разговору для того, чтобы выступить тем самым координатором. И в частности в той повестке, которая есть, там один из последних вопросов формирования рабочей группы. Мне кажется, что Министерство культуры, я могу ошибаться, но мне кажется, они всех, кого сегодня гильдия может таким образом выдвинуть в состав рабочей группы, просто включат в ту рабочую группу, которая предварительно была сформирована. Я, например, был бы очень заинтересован, чтобы вы вошли в эту группу, потому что по выступлению, по постановке вопросов, мне кажется, вы сможете очень большой вклад внести в то, чтобы сформулировать правильно эти вещи. Если бы я говорил дольше, поскольку меры и механизмы это не просто поговорить, а это конкретные действия, шаги, они должны формулироваться в том числе юристами, то есть с участием юристов и таким языком, который будет понятен чиновникам. Одно дело сказать, хотим, чтобы росло качество документальных фильмов, а другое дело, в какой документ или в какую конкретную бумагу нужно внести формулировку, которая потом сможет быть принято, во-первых, а во-вторых, даст какой-то результат. Когда проходили дорожную карту год назад в области игрового кино, там была очень серьезная задача, когда эксперты все высказали, а после этого из этого большого объема этих высказываний нужно было отобрать, что реально может входить в меры и механизмы. Тогда было сделано следующее. Всем экспертам, которые высказывались, было предложено проголосовать по каждой мере, с двух позиций. Первое, насколько это целесообразно, такая мера, и второе, насколько это реализуемо, то есть, насколько это в принципе выполнимо. После такого голосования возник список из 40 мер, которые, на мой взгляд, по-моему, на половину может быть уже сегодня реализованы Министерством культуры в текущей работе. Тем не менее, работа продолжается, почему? Потому что нужно обеспечить достижение качественных изменений. В таком же процессе находится сейчас анимация. То есть, круглый стол аниматоров прошел на прошлой неделе, они тоже ставят перед собой цель разработки дорожной карты, там тоже присутствовала Елена Лапина, она, в общем, сказала, что те предложения, которые будут таким образом представлены, если они будут такие конкретные, точные, то они точно попадут в те или иные решения, потому что в данном случае Министерство культуры не является таким, знаете, оппонентом глобальным, который ничего не хочет и говорит, денег не дам и не хотим слушать никаких предложений. Они наоборот говорят, что мы чиновники и мы не очень до конца понимаем те процессы, которые происходят в профессиональной среде. Вы профессионалы и скажите, как это должно быть. Поэтому, собственно, мне не очень хочется процедурно обсуждать, давайте по содержанию. задержательно, вопрос следующий, что если экспертами будут, допустим, представители государственных студий, будет одно решение. Если экспертами будут эти маленькие однокамерные студии с монтажами на кухне, будет другое решение. Поэтому нужно определить, кто эти эксперты, нужно составить какую-то баланс. Давайте сейчас определим. Я физически не могу входить в эту эксперту на группу, но кто-то может сделать предложение. Виталий Василович, послушайте. И с тем, кто нами уже привлечен в данный момент к работе, значит, Евгения, Никита, Оксана, Вера, Армурт Кискин, Сергей Миршниченко, четыре человека у нас есть союз географистов от департамента химитографии, есть Леонид Елена Николаевна Ирунова, есть я, как советник, министр, есть Олег, как человек, который все формализует, собственно, рабочую группу, но еще набор и, скажем так, не завершу. Вот уже хорошо. Прекрасно. Замечательно. Мне кажется, я, по-моему, всех назвала. Никого я не назвала. Я сейчас вспоминаю, просто много за столом было людей. Давайте от процедурных вопросов чуть-чуть все-таки перейдем к содержанию. Кто хотел бы? Смотрите, мы исследовали, зафиксировали точку, в которой мы находимся, статистически. Мы все это увидели. Данные мы обнародовали, никуда не деваются, они будут в доступе. Теперь, вот мне кажется, я не знаю, или может мне поправят, важно поговорить, что мы хотим в итоге, да? Для того, чтобы потом говорить о механизмах. Иначе, ну, то, о чем говорит Тариманский, просто будем говорить о прекрасно душных вещах. Поскольку вы уже устали, давайте расскажите, а после этого про цели попробуем поговорить. Валерий Мердеревич, я хочу напомнить, что лет 9 или 10 даже назад несколько дней, в том числе и некоторые из присутствующих работали в первых столбах. Возглавляла группу «Генесоветский». И была очень серьезная работа по выводке серьезного документа, именно рассматривающего документальное кино как сферу, как отрасль достаточно широко. Это был очень серьезный опыт для всех нас. И в конце концов, документ был создан, и он должен был пойти в правительство, но не пошел, я не знаю, к каким причинам, и как-то о нем забыли. Во-первых, я хочу, чтобы этот документ стал предметом рассмотрения вот этой рабочей группы, потому что многие аспекты проработаны гораздо лучше, чем вот это исследование, которое мы сейчас увидим. Гораздо, на мой взгляд. И за эти годы в принципе тренд не изменился. Это первое. И второе, действительно, мы должны не допустить ухудшения вложения в отрасли. Потому что желание сделать хорошо или очень хорошо очень часто заканчивается тем, что кому-то становится очень плохо. И не только кому-то, но и зачастую и в отрасли. Желание государства, как мне кажется, в большей степени регулировать развитие неигрового кино, это понятное желание, но в некоторых аспектах оно опасное. Понимаете? И поэтому мы должны быть достаточно бдительными, чтобы в результате вот этих обсуждений не появилось резолюция, не появилось решение, которое приведет к ухудшению положения дела. Давайте все наши опасения таким образом зафиксируем. То есть то, чего вы так опасаетесь, просто давайте пропишем конкретно. То есть чего не должно произойти, по-моему. На мой взгляд, не должно произойти появление пяти или шести мейджоров, которые будут допущены в отличие от всех остальных. Во-первых, это противоречит, я полагаю, и основополагающим документам, всем законам о тендерах и так далее, и так далее. Во-вторых, это на мой взгляд, вообще неправильное явление. Да, мы должны укрупняться, но укрупняться не по воле государства, а укрупняться при работе на какие-то проекты. Вот когда у нас появляются идеи крупные, тогда появляются среди мелких игроков, желающих участвовать, появляется некий центр, который этим занимается. А административное регулирование не может привести ни к чему хорошему. Сколько лет существует ЦСДФ в полумерзлом состоянии? Кто от него остался? Ничего практически. Понимаете? Поэтому есть маленькие студии, которые производят прекрасное кино. Вот об этом говорили. Есть большие студии, которые производят посредственники. Это все не так просто. Укрупниться и будет хорошо. Тем более, что государство не намерено создавать, как мне кажется, какие-то крупные студии с вложением к реализации государства, к региону и так далее. А если намерено, это не значит, что это правильно, потому что действительно новые технологии, они зачастую не требуют огромных гарантий. Это уже все в прошлом. Понимаете? То есть мы должны сохранить те свободы, которые у нас есть. Мы, конечно, должны отсечь тех, кто снимает плату и кино и стремится к этому. Должны ввести какие-то новые механизмы, особенно на выходе. Хорошо, спасибо. Ваши опасения с формулированы? Мои опасения связаны с моим жизненным опытом. Что в большинстве случаев, когда мы хотим сделать, как говорил незапренный Черномерник, вы знаете, что получается? Я боюсь, что это может произойти, потому что мы в самом деле очень непонятные власти. Кто мы? Что мы? Почему оно хочет сделать более понятные и правильные Вы слушали, да, то есть опасения вы сформулировали. Дело в том, что просто альтернативная точка зрения, которая сегодня прозвучала, стоит в том, что если студия маленькая, то она не обеспечивает редактуру и качество продукта, как правило. Есть студии, которые делают качественный продукт, небольшие студии, но большие студии в этом смысле более приспособлены к индустриальному развитию и качественному продукту. Я хочу сказать, что я в данном случае выступаю в качестве модератора и у меня с моей точки зрения на сегодня по неигровому кино еще никакой не сложилось. Я просто послушаю всех, в том числе хочу сформировать свое отношение к тому, как это может сделать. Я закончу. Главное обращение, что будет сформирована группа студий или компаний, которые будут допущены в объявлении средств, и группа, которая не будет и будет допущена только через большие студии. Понимаете, что я вопрос? Услышали? Спасибо. Я хотел перевернуть чуть-чуть, в смысле мы первые группы прошли, давайте о целях поговорим, потому что у нас есть определенный план, который был первоначально назначен. Давайте по поводу целей Можете, да? Пожалуйста. Можно я? Пожалуйста. Друзья, много времени не займу, просто буквально параллель. Представьте. Мы целяем Никита Тихонов-Фрау, фирменник и генералом кино и студент по дистрибуции и развитию киноклубной сети. Несколько соображений. Мы говорим слово «отрасль» это очень хорошее, правильное, важное слово. Отрасль это прежде всего что-то, что регулируется рыночными механизмами. На данный момент мы должны констатировать, что рыночных механизмов в области неигрового кино в России нет. Рынка нет вообще никакого. Это первое. Если мы говорим о названии нашей организации в виде игрового кино «Телевидение», рынок есть во второй части этого названия. Он есть на телевидении. Там есть деньги, там есть интересы, там есть рейтинги, там есть бизнес. Поэтому, когда мы сейчас говорим о развитии отрасли в целом, мы должны отделить этих самых мух от котлет. Не знаю, что мухи, что котлет. Давайте говорить о первой части. Мы говорим только о первой части. «Телевидение» пока что мы вынесем за сколки. Теперь, то, что сказал Владимир Ременович, я полностью разделяю опасения, связанные с созданием механизмов, которые убьют государственную поддержку маленьких независимых производителей. Это прямой путь к разрушению конкуренции, а конкуренция здесь является двигателем и качества, и создания того самого рынка, о котором мы говорим. Как этого избежать? Абсолютно прав, Владимир Ременович, проектный подход. Классный проект, ясные критерии успешности осуществления предыдущих проектов, возможно введение бальной системы. Соответственно, мы можем контролировать эффективность производителя. И последнее. Для того, чтобы наш разговор имел какую-то структуру, я предлагаю сейчас действительно сфокусироваться на тех целях и сформулировать, чего мы хотим, куда мы движемся. Давайте отпустим свою фантазию, давайте безответственно пофантазируем. Дай мне еще 15 секунд. И предложим, я предлагаю очень четко разделить наши направления, наши фантазии по шести направлениям, взято за слово предложение, сделанное в свое время Олегом Ивановым. есть продукт, мы говорим о производстве, есть каналы его дистрибуции, это коммерческий прокат, некоммерческий показ, телеканалы, которые мы здесь введем в скобку, фестивальное продвижение, международное продвижение и образование. Вот эти шесть позиций, по которым предлагаю высказываться и делать свои конкретные, реализуемые и, на ваш взгляд, эффективные предложения. Тогда это будет весь разговор иметь практический смысл. Спасибо. Виктор Судей из Санкт-Петербург пройдется в студии «Всех за кино». Со многим согласен, прежде всего согласен с Владимиром Ременеевичем, нельзя категорически будет крат, если мы будем упрямляться. Государственные студии потому и умерли, что они не способны жить. Это первое. Доказательство этого мы провели недавно в интернет-конференции, у нас было 15 экспертов из 15 стран и это все то, что вы называете студия одного человека. Колоссальнейшие проекты. Привлекают серьезные деньги, кронфлатформенные проекты и прочее. Об этом будет доклад. Это будет утренг. Вы знаете. Мы категорически здесь, в России находимся, ну, если не в каменном веке, то, хорошо, если в бронзу. Вот. И обсуждаем здесь вещи. Мы сейчас вот смотрите, говорим индустрии, индустрии, индустрии. Вот только мне понравилось разделение назначения фильмов, да? Какой информационный, чем, еще какой-то. Что такое индустрия? Что такое Mitsubishi, да? Это самокат, это мотоцикл, это музыкальный центр, это самолет. Так вот, давайте различать. Мы сейчас говорим, и у нас главная проблема финансирования творческого документального кино, арта. Мы совершенно не говорим о том, что нужно научно-популярное кино или не нужно. Мы охотимся ниже Плинтуса, прошел фестиваль Мир Знаний, стыдно смотреть на фильмы, сделанные в России. Это совершенно другая. Я думаю, что работники телевидения подтвердят, хороший научно-популярный фильм будет взят с удовольствием. но качественный хороший. То есть мы должны расследить. Есть проблемы с учебными фильмами. Я сейчас апеллирую это и государству, потому что государству нужно определить, какие направления это даже лежат, это направление. Нужно финансировать. Вот там какая-то квота, какая-то квота, на то-то на то-то. Действительно сейчас но что такое? Конкурс объявляется научно-популярных фирмах 20 штук и сколько ада. Из этого ада мы стоим не стоим. То есть мы должны разделить эти вещи. Второе, правильный вопрос согласен. Мы хотим решить вопрос, как получать деньги на наши кино. Я еще просто скажу, принципиально есть здесь разница, я не знаю, почему министерство дегулирует эти вещи, принципиально разные вещи, на мой взгляд, и законодательно они разные. Госзаказ и субсидии. Госзаказ это фильм, который нужен государству. Значит, по всем правилам, по законам, ты строишь дорогу, у тебя его принимает государство или не принимает. Значит, если есть такое направление, госзаказ должно государство определить, что нужно. Это будет кусок индустрии, и кто-то будет делать, как говорили, патриотические фильмы, там, про Путина, про Медведева, про кого угодно, если утрировать. Не совсем все это так. И должен быть слот их субсидий, они совершенно по другим параметрам должны финансироваться, потому что это субсидии на развитие искусства. Так вот, мне кажется, нам нужно сначала сопределиться с этими вещами. А мы сводим сейчас к тому, что творцам не нужно делать фильмы. Творцы разные, они делают разные фильмы, кто-то шокулярный, кто-то учебный, кто-то экспериментальный, кто-то исторический. Это все разные фильмы, их нельзя в одну кучу уменьшать. И у Минкульта сейчас существует две формы финансирования. Я предлагаю их тоже обсудить и разграничить эти вещи. Спасибо. Давайте сначала оцениваем к России для лекции. Мне кажется, что можно еще послушать. Я закончу еще хочу рассказать то, что вопрос редактуры, вопрос качества, это вопрос ответственности продюсера, было сказано правильно о продюсерах, их нет. Но это все уже вещи вторичные, потому что мы должны подумать о том, чтобы построить саморегулирующуюся систему, чтобы те, кто делают плохие фирмы, они отваливались автоматически как отмершие клетки на руке, кожи. Понимаете, мы выбыли руки и они осыпались. Они сами должны осыпаться. Это не должно регулировать ни государства, никто. Нету рынка, у нас нету рынка. Но кроме рынка, кто может это регулировать? Регулировать это, как только будет более-менее четкое разделение на ферасирование, уверен, половина маленьких студий с удовольствием будут делать госзаказ. Сдавать. В советское время было, приходил по торгу, ну что там говорить, я сам возил фильмы в мемкульт, еще застал это время, кусочки. Когда сдавали и обсуждали, есть люди, вот есть такие несколько правил фандрайзинга, там говорится, если ты любишь отчитываться, работаешь государством. Одно из правил. Вот, спасибо. Я предлагаю определиться именно на этих вещах, потому что это основополагающее. коллеги, я прошу выдерживать все-таки время, потому что лучше мы предоставим слово еще один раз по каким-то вопросам, потому что пусть побольше количество точек зрения звучит. Добрый день, Оксана Парковцева, продюсер-режиссер. Я представляю здесь и гильзы, и ромкино, и ту самую часть этого Китова не засколько телевидения. Я согласна практически со всеми выступающими, но я хочу не то, что абонировать Виктора, но при засколько и о чем речь. В будущем так уж получилось, что я отсмотрю огромное количество документальных фильмов, которые и не в России, и в силу каких-то общественных своих обязательств, в силу своих обязательств на работе. Я вижу очень много фильмов, которые сделаны естественно на деньги Министерства культуры. К огромному сожалению, как только я вижу первый титр, когда фильм произведен на этот при помощи Министерства культуры, я понимаю, что процентов 80 это будет плохое кино. К сожалению, это так. И вот здесь вот это как раз произно очень маленькими компаниями, как правило. И я понимаю безысходность наших маленьких компаний, которые получают условно этот миллион в Минпульте. Они на большую часть денег просто живут режиссеры, пытаются выжить студию, и на ту маленькую оставшуюся часть они хоть что-нибудь снимают. в Минпульте. И вот это вот огромная проблема маленьких компаний. Я совсем не за то, несмотря на то, что представитель одной из самых крупных компаний в России, но я могу сказать, что я совсем не хочу, чтобы как-то в моей компании кто-то вливался и кто-то груднется. Совершенно не хочу, потому что это огромные проблемы, такие организационные проблемы, административные проблемы. Но вот эту вот проблему качества, не игрового кино, которая задается при поддержке Минпульта надо решать очень серьезно и, видимо, серьезно решать на моменте подачи заявок, на моменте отсмотра этих заявок, на моменте эсперта принимает решение давать им или не давать, потому что, к сожалению, безводок одни и те же студии производят очень плохое металитик. Безводок одни и те же студии. Спасибо. Спасибо. Елена, пожалуйста. Просто хочу сказать, что Министерство культуры ведет конкурс и не только выдает деньги, но и дальше я представляю самую маленькую студию, некое помещение на Горьково, имея электрическую базу, но студия маленькая, есть художественный проводитель, есть редактор, операторы, звукооператоры у нас приглашенные на этажом постоянные, сами понимаете, почему операторы содержать тяжело, потому что берем пасметно оплату за этот труд. Но Министерство культуры не только дает деньги, мы предоставляем финансовые отчеты ежекартальные, мы сдаем фильмы, я знаю, что, Олег, надо подтвердить, что в архиве в Красногорске была проведена проверка фильмов, сданных туда, мы сдаем фильмы в Красногорске, нас проверяют технически, нас проверяют по-всякому, поэтому говорить о том, что мы не проходим тут советы, отдыха и так далее, это глупо, потому что мы отчитывались за каждую государственную копию. Помимо этого, я хочу сказать, что наши фильмы, не только мои студии, я говорю, сейчас о нем больших документалистах, и Александр Гудман, и можно перечислять долгое, и все знают своих коллег, наши фильмы прокатываются благодаря фестивалям, потому что многие фестивали после показа на фестивалях свои фильмы показывают в других городах, мало того, многие фестивали, как то Сталкеры, Екатеринбургский фестиваль, еще какие-то, не вспомню, быстро, но возят фильмы по городам и приглашают режиссеров, соответственно, какие-то небольшие деньги выплачиваются, теперь будет немножко экскурс в историю, поскольку я из киношной династии и с детства помню, в грунтоге я за этим выступила, меня чуть ли не обвинили в коммунизме и так далее, что было бюро пропаганды, которое давало жить и документалистам, и кроликам. Возились фильмы, Союз, наверное, тоже имел какие-то с этого деньги, люди, которые это помнят, они это знают. Поэтому, так как огульно говорить, что документальное кино умирает, и ах, что-то делать, и что-то делать, это передать Министерству культуры, насколько я вижу ситуацию, мы уходим под власть телевидения, мне так кажется, потому что стали субсидироваться, ну, по крайней мере, в 9-й день, телевизионные сериалы. Я не против телевидения, дальше с помощью, потому что у меня очень много канала, фильмы, да, региональные, да, небольшие московские, культура в том числе, то есть, как бы, я не могу пожаловаться на судьбу. Но, вот так вот, мне кажется, что сейчас происходит, будет некое поглощение ментальным кино телевидением, и по сути дела это смешит кинематографа. Спасибо. Я могу сказать, что сейчас Сергей Мирошниченко, который недалеко два дня назад на секретаре советских кинематографистов сказал очень важную вещь. Он сказал, что, вы знаете, мы пока между собой разговариваем, обсуждаем проблемы неигрового кино, может получиться так, что весь пакет государственной поддержки, все эти деньги, просто передадут от Министерства культуры и Минсвязи. Потому что на самом деле сейчас основным заказчиком документального кино по факту, мы видели сегодня статистику, либо какие-то коммерческие компании, которые снимают свою рекламу, либо телевидение. В этом смысле говорить о сохранении цеха и о том, каким образом он будет развиваться, и кто будут те компании, которые будут получать эти средства, что они будут производить, как контролировать качество того, что они производят, как сделать так, чтобы эти фильмы были не просто произведены, а чтобы их зритель потом еще смотрел. Это те вопросы, которые мы, слава богу, сегодня еще обсуждаем внутри нас. Иначе это все будет перенесено на площадку разговоров с телевидением, и там вы уже хорошо понимаете, что никакой эстетической функции кино с точки зрения артхаусного и самореализации режиссеров еще целый ряд вещей будет просто выброшен. Поэтому здесь вот это в качестве такого серьезного опасения по поводу телевизора я думаю, что мы должны зафиксировать. Давайте вернемся к целям. честно. быть конкурентоспособны. И на мой взгляд, на мой взгляд, наши технические параметры качества занижены рядом с технологией, которая сегодня существует. понятно, что минимум 50 млит в секунду должен быть поток сейчас, для того, чтобы хоть как-то играть на международном рынке. Плюс ко всему вы же понимаете, что строится мультиплекс, куда идет HD. Дело в том, что снимают на HD, что нас прибивают как снести, что снимают на HD, мы все равно вынуждены перегонять на те, что для дешевых. Но у нас есть жесткие диски с нормальным качеством. Это не у всех. Мы посмотрели исследование, 32% отрасли 32% снимают за госденьги на ДВК. Это выброшенные деньги. Это нужно понимать и признаться в этом. Мы снимаем ДВК на госденьги и мы просто выбрасываем это кино. Оно никому не нужно. Его покупают только на вес региональные каналы или маленькие студии. Это кино на вес. Давайте зафиксируем проблему. У нас почти нет легальной музыки. Я как президент Гейли и с Никитой разговариваем с региональными каналами. Они боятся брать документальное кино, потому что к ним Sony Music придет. На самом деле мне кажется что это обобщается. Нет, я сейчас отталкиваюсь к исследованию. Я ничего не говорил год, пока не сделали это исследование. Мы помним исследовать, где у нас была студия признана ворующие деньги государственной право не призвали. Я сейчас говорю не о студиях конкретных, а о состоянии технической базы индустрии. Проблемы четко зафиксированы телеканалами. Мы не берем ваши фильмы, потому что мы не доверяем вашему звуку. Мы не берем ваши фильмы, потому что вы снимаете на дневикам, когда уже камера на дневикам, ну в смысле Марк 3 стоит 15% бюджета и так далее. То есть мы должны понимать, что у нас есть проблемы и там скажем опасность телевидения я сейчас закончу. На самом деле мы сейчас находимся в таком состоянии, на мой взгляд, что мы должны разговаривать со всеми экранами, которые есть на рынке. Предлагаю просто начать конкретное обсуждение. Давайте у нас есть с вами первый пункт, это вопрос производства. Почему нужно начинать производство? Давайте производство. Возьму для него нет. Нет, нет, нет. Давайте просто предложение. Давайте можем начать дистрибуции. Можем с проката, можем с покатом. Микрофон, передайте слово. У меня реплика. Я считаю, что мы как раз производство главное сейчас за скобки. Это внутренний вопрос. Если будут созданы условия для конференции, то, естественно, будет повышение качества. Поэтому обсуждать сегодня, на какой пленке нужно снимать или в каком формате и тому подобное не струблядно. Мы должны обсуждать первое отношение с государством. Чего мы от него хотим, чего оно от нас хочет, как эти интересы сбалансируют. И отношение с обществом, чего оно хочет. Когда мы говорим, что мы являемся пактом общественного интереса, давайте пожалуй о другом. Вы тоже вспоминаете конец 80-х. Сейчас общество другое. Понимаете, температура общества сегодня не такая, чтобы требовать... Мы тоже не разгреваем. Я условно говорю, но телевидение опустило нашего зрителя довольно низко. Довольно низко. И мы сусили слой культуры. Это же факт. Что ты говоришь? У нас есть еще два которые просили микрофона. Вот туда микрофон передать. Здравствуйте. везут Влад из Неченка. Я, кстати, работал с тремя продюсерами здесь сидящих. Миша Семенов, Виталий Манский, Легори Гордеевич. И вы знаете, то, что вы сейчас пытаетесь сделать, допустим, у нас Рассоя, режиссера, продюсера и так далее. Вот я вас уверяю, что пока что этот разговор напоминает сбор уборщиков. Ничего больше. Потому что на самом деле никаких конструктивных предложений вообще не на самом деле любой вопрос по производству касается по ЭПМ. Любая инвестиция государственная или не государственная она заключается в том смысле. Она заключается в том, чтобы вернуть как можно больше отдачи в качестве хорошего фильма или инвестиционной отдачи и так далее. до сих пор разговоры экономические извините безграмотные. Потому что каждый продюсер говорит о том, что он самый лучший киностей. Самая маленькая студия самая лучшая киностей. Большая студия самая лучшая киностей. А я поискру меня с ним. Самый лучший кино. И без всех без вас. Вот. И каждый будет прав. Потому что это единственная профессия искусства, где нет профессионалов. Я вас уверяю. И студию, у которых получилось и у которых не получилось ничего так. Это не зависит от того, как они оформили. Это зависит от очень многих свидетельств. Про то, что мы государству отчитываемся и мы честны перед законом. Это еще ни о чем не говорит. Вся на донктере на 90% победим. Папа. Я вас уверяю. И единственное, чем может государству помочь режиссерам, и в том числе студиям, это покупать уже готовый фильм. Понимаете? Готовый, хороший фильм. Вот, пожалуйста, мы продюсеры, мы режиссеры, как там сдружились, создали коалицию, мы сняли фильм, вложили свои деньги, инвестировали. Я вас уверяю, я не буду инвестировать свои собственные деньги, это говно. А потом пытаться обратить государство, чтобы поймешь, что никто не купит, зачем это. Правильно? Время оборка. Спасибо. Хотел? Да. Я две реплики скажу по поводу того, что услышал. Давайте слово конкуренция использовать очень аккуратно, потому что мы сами зафиксировали, что, собственно, отрасль государственно зависимая и в этом смысле открытого рынка нет. Когда идет речь о открытой конкуренции, рыночной конкуренции, тогда мы понимаем, о чем идет речь. А когда вы говорите, что конкуренция, фактически речь идет о том, что это конкуренция за государственные деньги. То есть за то, кто их сможет больше конкурентных преимуществ получить. Я бы не хотел, чтобы в таком контексте, чтобы этот разговор не перешел в разговор уборщицы, переходил. Это совершенно определенная экономическая категория, давайте не разговаривать о конкуренции за государственные деньги. Мы говорим об особенностях поддержки. А еще вторая реплика по поводу уборщицы, мне понравилось. Существует такое понятие готовность к изменениям, готовность отрасли или компании. Прежде чем какие-то изменения начинать, обычно измеряется, насколько люди, сотрудники, руководство готовы к тому, чтобы какие-то изменения реализовывать. задумайтесь сейчас над этим, чуть-чуть поднимитесь над нашим разговором, потому что то, что сегодня даже какие-то конкретные предложения еще не начали высказываться, и когда я спросил о целях, по поводу целей довольно мало высказываний, это для меня говорит о том, что мы еще не придерлись, это слава богу, что сегодня первый такой разговор, круглый стол, мне кажется, предстоит еще не одну такую итерацию пройти, потому что анимация уже год в этом процессе находится, и они сейчас чувствуют вот этот какой-то общий настрой. Хуже всего будет, если по-прежнему останется отрасль негровиков не готова к изменениям, а кто-то возьмет, как Манский говорит, и напишет документ, его там примут, и будет понятно, что это опять идет в кривь и в кость. Поэтому у меня ко всем в этом случае некий призыв или предложение, давайте попробуем как-то синхронизировать наши мысли, потому что сейчас кто об одном, кто о другом, но мы не идем ни к чему, получается, спустя эти три часа или четыре нашего разговора мы уйдем с такой раздутой головой, в которой будет абсолютный винегрет из этих высказываний. Я предлагаю все-таки вернуться к вопросу, который мы поставили. Давайте попробуем очертить то состояние, в котором мы хотим оказаться, например, через несколько лет. То есть, чего мы хотим, как это должно выглядеть, по вашему мнению. Пожалуйста, я уже давно обещал микрофон сюда. Два слова можно. Спасибо. Власа цветового культура. Вы понимаете, какая же что? В этой модели очень интересная насилия. Я просто увидел очередную оборудованную. Давайте дадим государственное деньги, но ее мы можем сделать атомную. Поэтому мы можем сделать. речь идет можно о другом. Представьте себе, что телеганал делает свою продукцию, она ушла, и какая-то интернет-продукция есть. Просто энтузиасты делают. И есть сообщество, третья часть этой продукции. Что-то получило гранты, что-то сделало телегинги, что-то сделало третья часть сообщества, куда-то ушло, на рынок, не на рынок, но осталась дельта. Что я имею в виду? Вот это та, которая никуда не попала. Причем не попала по разным причинам. А вот это та самая дельта, которая видна ниже вот это все, на самом деле, всю эту историю вперед. Так сказать, погибель. Понимаете, то самое сверхусилие, которое куда-то такое исчезло. Вот вопрос в том, что надо задуматься о том, как стукруется этой дельта, и как она будет реализовываться. И первый вопрос, почему-то никто не говорит, может быть, говорили, и я его слышал. Никогда не слышал. Почему бы не определить юридический, экономический статус продюсера? Что такое продюсер? Это что такое? Понимаете, когда человек приходит в банк, говорит, я директор завода, я банкер, я там кто-то там. Прекрасный здесь разговор, и человек может вести разговор на юридический, профессиональный уровень. пришел человек, я продюсер, это кто такой? Что за зверь так? Никому неизвестно, что это такое. Поэтому он существует в поле неопределенности. Он не несет никакой на самом деле ответственности, рыночной ответственности за то, что происходит. И надо сказать, что это большая иллюзия, что какой-то государственный судей решит вот эту проблему. И даже тех вообще судей, которые существуют. ничего подобного. Без большого рынка, когда этот фандрайзинг происходит с помощью продюсера и каких-то людей, имеющих официальный статус, обращающихся в разной форме и урожайной организации, тогда может наступить какая-то грубая идеальная модель. Понимаете, если мы сейчас сразу придумаем, что такое идеальное кино, как оно произведено и реализовано. Думаем идеальную модель, просто ее опишем. Время, да? Время. Короче говоря, в такой модели будет происходить митематика накопления машин. И мы снова через три года вернемся к тому, что все начнется. Спасибо. Мы все уворачиваемся от ответа на поставленный вопрос. Чего хотим? Мы сейчас, когда микрофон сюда дойдет, мы услышим хотя бы один ответ. девушка это Вера Оболонкина канал 24 дог. Извините, я не перестала по студиям распределять деньги неправильно. Государство должно помочь построить народочную историю для того, чтобы люди начали как-то сами зарабатывать, чтобы был какой-то спрос. Телеканалы они сами заказывают, финансируют и отбирают то, что им нужно, потому что их меряют, они соответственно абсолютно понятные экономические мадрии. Что касается нам нужно построить прокат. Мне кажется, государство основное значительное средство должно сфокусироваться в гильдии документалистов и Министерства культуры именно на том на каналах реализации, на каналах дистрибьюции. То есть это дистрибьюция и поддержка. Это то, что будет возвращать деньги. Потому что если есть четко построенная система реализации и будет понятен соответственно будут вот пример СОНИ. Вот пример Центра Документального Кино, который, кстати, поддерживает московский правительство. То есть это не поддерживается, извините, пожалуйста. Это хорошо. Тем не менее, СОНИ очень хорошо понимает своего зрителя, что у нее покупается, что люди хотят, смотреть, что они хотят и чем дальше она будет работать, она будет лучше понимать. Соответственно, такие клубы Центра Документального Кинотеатра именно они могут формировать спрос, говорить о том, что будет востребовано. И именно это поможет независимым авторам, их может быть тысячи, собственно, как сейчас есть, отбирать то, что будет востребовано на аудитории. И государство должно поначалу действительно субсидировать наиболее востребованные на уровне заявок проекты. Определять это будет не только гильдия документалистов, но и в том числе гильдия, какая-то, я не знаю, гильдия, какой-то союз прокатчиков документального Кино, потому что именно они будут говорить, окей, вот этот фильм мы берем на реализацию, потому что мы понимаем, что у нее есть коммерческий потенциал. И государство, которое поддерживает эту квартиру впоследствии, частично субсидирует, оно будет понимать, что какие-то деньги за эту квартиру вернутся в государство или просто в эту индустрию документального Кино. Мне кажется, что нужно сфокусироваться прежде всего и начинать с того, как мы будем это дистрибютировать, как мы это будем продвигать. А параллельно производится и так очень большой уже есть, что прокатывать. Просто непонятно, как это делать, потому что нет системы. Спасибо. Давайте вот сюда все-таки микрофон передадим. Нет, вот, давайте передадим правила. Вот это мне не училась. Да. Вот сюда. Давайте будем. Вы можете сделать вывод, что я терпелый ума для человека. Мне тоже хочется сказать совсем не то, что я скажу сейчас. Мне хочется принять правила и модерацию данного сарта брания. Я не буду говорить, что я думаю, я скажу, что сделала студию документальный фильм. Просто вот как ответ, что делать. Одна из проблем озвучена сегодня это разрыв между государством, в принципе, крупными студиями, маленькими студиями, просто личности. и зрители, которые смотрят тот продукт, который в итоге сделали, режиссеры студии, неважно. Наша студия документальных фильмов решила следующим образом. Мы поняли, что студия, ну, я поясню небольшая справка. Дело в том, что СД в 2022 года является студией на самообеспечение, она не является государством. Но, тем не менее, это крупная студия, которая продолжает существовать и вполне успешна. да, мы не все фильмы делаем шедевральность. Мы тоже вздумались, как же решить эту проблему. Мы решили, что сходя документальных фильмов должна быть открытая киностудия. Мы так ее и называли открытая киностудия «Линдог», где мы встречаем людей. То есть, мы поняли, что мало кто на самом деле знает, что можно прийти на студию, дать сценарий, сказать, я гениален, пройти редактуру и получить связь, коннект с государством. Что, в принципе, возможно, ну, сейчас у нас, это то, чем мы занимаемся. Второе, что мы сделали по поводу рыночной истории, на студии происходит масса коммуникационных событий. Одно из них очень большое и, кстати, может решить массу проблем, которые вот озвучены в статистическом отследовании. Это очень простое решение, взятое из IT нами. Оно решает проблему конкуренции. Мы встречаем массу разных творческих коллективов, не делая различий между качеством их продукции и сталкиваем их друг с другом. Они сами обсуждают свои фильмы, они сами вырабатывают критерии, ну, качество и так далее. То есть, это, по сути, независимые производители кино, которые существуют в Санкт-Петербурге. А то, что делать студия, мне кажется, может как-то ответить на вопросы, что делать. А целью, ради которого мы стараемся и делаем студию не просто производством, но еще и некой точкой пространства, точкой через год, хотя это сложная дополнительная работа, является увеличение качества производимого материала и донесение его до зрителей. Потому что зритель, он же совсем не понимает, что такое документальное кино. Ему и кажется, что это телерепортаж, расследование, т-н-т. Но на самом деле документальное кино, я про зрителя сейчас говорю. И мы обнаружили, что у людей неимоветная жажда в этом. По крайней мере, вот в Петербурге, где мы находимся, люди явно проявляют интерес. Нужно просто быть открытыми и чаще встречаться. Вот все, что делает студия документальных фильмов. Спасибо. Получается, два, собственно, предложения по поводу цели. Первое – повышение качества, а второе – увеличение числа зрителей, то есть числа просмотров совокупного во всем документальным фильмам. На самом деле, первое – это коммуникационная цель – это открытость. Да, я вам сейчас там просто формализирую все, что я сказал. Охирею всю эту слову. Второе – это действительно встречи живые. Ну, режиссеров, зрителей. То есть, увеличение количества ивентов, которые напрямую смеют режиссера и автора. Ну, то есть, сейчас в театральных фестивалях это правило. Ты привозишь спектакль, а после этого ты вынужден прийти и общаться со зрителем. Ну, и в кино классе. Да. Ну, у нас очень мало этого происходит. Правда. Достаточно мало. А эти события не системны. может быть, если раньше было непривасно сказано много пазанок. Спасибо. Ну, в общем, еще одно, еще одно реплик вам. Еще одну реплик вам. И у нас кофе-брейк. Хочу, хочу, дождите. После кофе-брейка, ребята, давайте в рекламент пойдем. внимание в той части, я приведу маленькую иллюстрацию из того, как на прошлой неделе разговаривали между собой аниматоры, которые уже год разговаривали о целях своих. Вышел к доске с фломастером Георгий Васильев, который, кроме того, что он когда-то был в дуэте Ивашенко-Васильев, потом был продюсером Норд-Оста, сейчас он один из продюсеров Лунтика, да? Лунтика? Фиксика, да. Так вот, он вышел к доске с фломастером и сказал, вот все мы, вот вся наша анимационная индустрия хотим в 2020 году производить 300 часов анимации. Простая цель. Из них 30 часов, из них 30 часов, это будут полнометражные анимационные фильмы? Столько-то часов, это вот Лунтики и так далее продукт для телевизионного показа в основном, столько-то там Маша-Медведь и так далее, которые в том числе имеют международные прокаты, продажи огромные. Денег мы хотим получить от телевизора примерно столько, потому что мы сможем продать этот продукт, вот который исходя из этих часов, примерно в таком объеме на разные каналы, потому что потребность в таком виде существует. Столько мы хотим получать от государства, потому что это составляет разницу между нашими объективными доходами и расходами, вот нашими отраслевыми, потому что мы не можем только на те деньги, которые приходят в качестве выручки производить, у нас всегда существует разница, именно поэтому существует государственная поддержка как принцип поддержки отрасли. И вот такие конкретные цифры, с ним кто-то начал спорить, да нет, ты здесь завысил, давай вот так, давай вот здесь вот это, а от этой цели дальше уже нам нужно от государства, чтобы на этот сегмент была такая сумма, на этот сегмент по такому механизму нужно создать экспертный совет, и еще давайте договоримся о том, что мы создаем фонд поддержки анимационного кино, вместе, наряду с фондом кино, который существует государственный, мы просто сделаем так, что будем частично возвращать те деньги, которые в нас инвестируют, и запускать их на новые проекты. Они начали спорить и так далее, но я хочу сказать, что он был максимально готов к такому конкретному разговору о цели. Вот мне, например, сегодня хоть от кого-то хотелось бы услышать хотя бы какую-то оценку, вот сколько часов или сколько единиц документальных фильмов по каким-то направлениям нужно производить не потому, что этого хотят производители, а потому, что это востребовано телевидением, прокатом, обществом в целом, да, и какие нам нужно для этого предпринимать усилия. Вот на самом деле разговор о целях, я думаю, что мы продолжим после кофебрейка, а сейчас мы Софье даем слово перед тем, как наступит кофебрейк. Спасибо. Здравствуйте, кто не знает, меня зовут Софья Трукова, я телекомендарь кинтально-кино. Система молчала, прям нажимала с себя рот, чтобы молчать, но не выдержала. Я хочу сказать, что я его декомендарь кином night, но у меня отношение опосредованное. Я телевизионную продюсер, много лет и занималась телевидением. Про телевидение я понимаю всё, как профессионал, про декомендарь кином я понимаю всё, как зритель, потому что я декомендарь кином занимаюсь, потому что я его люблю. Так вот, я считаю, что у нас самая главная проблема это не проблема оторванности людей, которые занимаются документальным кино от государства. У нас те люди, которые делают документальные кино, вообще не знают своего зрителя. Они вообще о нем не думают. У нас ежедневно в прокате 5 документальных лет. Я вам могу собрать любое количество аудиторию на любой бесплатный сеанс. У нас в проект «Окрыт показ», который проходится сейчас, недалеко отсюда, на любое бесплатное мероприятие. Вы можете показывать, какой угодно фильмы. Люди к вам придут. Но если вы хотите, чтобы люди сплотили за это деньги, вы должны предоставлять им фильмы определенного качества. Есть фильмы понятного качества, на которые люди готовы прийти один раз и даже бывают посоветовать еще кому-то. У нас 90% фильмов, которые мы показываем здесь, мы показываем фильмы западные. Не потому, что мне так хочется переписываться с американскими и другими продюсерами, потому что у нас нет подходящего контента. Это самая большая проблема. Зритель голосует ногами. И мне кажется, что поддержка государства должна быть в двух вещах, если мы говорим о дистрибьюции. Первое – это формирование вкуса аудитории. Наша аудитория документального кино не знает, она не образована. Поэтому я не могу за свой счет. У меня нет никаких государственных денег. Смотря на то, что я так сказала, это не совсем так. У нас действительно были федеральные деньги, вот министерство связи, они закончились в апреле, мы существуем исключительно на дотации, спонсорские деньги, то, что мы зарабатываем. То есть я могу открыть предмахерскую, а я открыла цифру документального кино, вот такая дочка. Но мне это интересно, мне это нравится. Более того, я уверена, что это будет работать как бизнес-схема, при условии определенных проблем, которые мы должны решить. Наша глобальная проблема – это прокатное удостоверение. Наша большая проблема – это аудитория, которая выросла и готова ходить, платить деньги. Она не знает, что такое документальное кино. Я не могу за свой счет бесплатно образовывать аудиторию, и это вопрос государству. И проблема третья – это качество и уровень того материала, который готовят продюсеры. Опять же, в этом нужно отмолчить государство. Вот и все. Извините. Можно, может быть, одно слово сказать? В кинокурпах Жэм Хирс и Владислава Микоша показывают ретроспективные фильмы, ужасно, может быть, с нашей позиции качества, но с великолепиемых художественных параметров. Но не всегда полный зал. Нет, почему там есть, это не 100 рублей, не символически 200, но в кинотеатре художественном, и сколько раз я была на другие интерприятия, я думала, что у них всегда забито. Вот мы открыли 6 июня. Вы, например, у нас на площадке. Можно попросить поднять руки тех, кто пришел как зритель, купил билет и посмотреть здесь с кем. Можно попросить поднять руки? Ну, я приду, сегодня остановлюсь. Мы открыли 6 июня. Ну, вот это тоже вопрос о том, насколько мы между собой все коммунифицируем. Мы открыли 6 июня 2013 года. Ежедневно, у нас нет ни одного выходного дня, у нас 5 сеансов каждый божий день. Если люди, представители документального мира про центры не знают, это, конечно, моя проблема, как площадки, которые сегодня на рынке позиционируют, у меня нет возможности для рекламы и для большого проба. Можно я добавлю, да? Например, две площадки, которые я посвящаю, это Женя Голынкина и Дима Завидевского знают, потому что они все время какие-то анонсы, что он как-то тогда-то показывает. А, еще есть такое море, я думаю, они очень забавные. У нас за год количество в Фейсбуке подписчиков 7 тысяч человек. Для тех, кто занимается маркетингом, понимают, что это довольно большой прирост аудитории. Ну, все, у нас я. Да. У нас, например, по субботам, у нас есть бесплатные проекты. Да, у нас есть такой проект образовательный субботник, когда мы показываем разные фильмы. Мы, к нам приезжают режиссеры. На этой площадке проходил фестиваль, битфилм-фестиваль, проходил московский кинофестиваль. У нас проходит, вот, в данный момент, большой фестиваль мультфильма, там есть документальная анимация. У нас начинается неделя израильского кино. Например, этот килинг будет показан только у нас. Так может быть, из всего из этого нам сделать прийти в фестиваль, что должно быть в обобщенное информационное поле для сообщения, что в таком-то клубе документалистов кто-то, кто-то проходит. И я отвечу, посмотрите, вот, сейчас, ну, все, кто угодил, мы сейчас изо всех сил строим единый информационный инфраструкт, и правда это делают. Вот, но сейчас, как я говорил, мы в философии поняли, что на самом деле в следующем нашем этапе, и если было без задачи, это построение, собственно, каких-то механизмов информирования зрителей о том, что происходит. Потому что мы неудобные, на мой взгляд, для всех других рынков рынка, журналисты не зря жалуются на интерфейс, правда. Мы неудобные для телеканалов, потому что у нас Фигова все с музыкальными правами и с форматами, и мы по цифру коммунистологов иногда не проходим, а нас никто не знает, что нас никто не пишет. и так далее. То есть мы должны эти проблемы осознать, и понять, что вот это мы должны решить. А как мы это будем формализовать после кофе-брейта, давайте подумаем и будем максимально конструктивны. Чтобы у нас не превратилось все в какое-то... Ну просто... Давайте подумаем и прям будем записывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!